здравствуйте дорогие друзья я алексей першко а это значит что вы смотрите первый в наступившем 2020 году по регулярный сеанс на моем youtube канале синекура который всемирно и любезно как вы помните поддерживается крупнейшим украинским порталом о кино кино театр юэй ну а раз речь пошла новом годе то естественно я не примену возможностью еще раз поздравить всех вас с наступившим уже новым годом пожелать всяческих благ а также поздравить еще и с наступающим рождеством для тех кто его празднует 7 января соответственно вот пожалуй на этих поздравлениях я и закончу краткое свое вступление 2 января 2020 года в первый четверг нового 2020 года не устану это повторять на экраны украинских кинотеатров выходит 6 фильмов и вот тут передо мной встановится небольшая проблема какого рода а того что как вы помните я пытаюсь выстраивать эти фильмы в соответствии с рейтингами популярности на портале кино театр юэй или не популярности с рейтингами ожидания того или иного фильма и вот в этот раз честно сказать этот рейтинг меня достаточно сильно удивил в том смысле что я глубоко сомневаюсь ну и какой-то там все-таки какой-никакой но опыт мне подсказывает что далеко что эти фильмы что эти рейтинги отнюдь как мне кажется не соответствуют тем коммерческим результатам которые будут ими показаны в наших кинотеатрах ну да ладно соответственно если верить этому рейтингу то на первом месте новый фильм сидрика клапиша который в нашем прокате называется он и она в оригинале дыма то есть двое я двое нас двое меня ну в общем что то такое и почему я собственно при всем глубочайшем уважении любви к французскому кинематографу саде сомневаюсь но потому что я практически уверен что выйдет он к сожалению не столь широко как остальные фильмы и соответственно вряд ли сможет побороться за первые места в украинском прокате но тем не менее опять-таки к своему глубочайшему сожалению фильм я этот не видел но могу предположить в смысле могу напомнить вам что собственно сидрик клапиш это автор вот той вот знаменитой трилогии про группу европейской молодежи которая дала дорогу очень многим актерам не только французским среди которых например был там ромен дюрис тогда еще совершенно молодой ну чтобы вы поняли о какой трилогии я говорю но вы помните там было и русская матрешка по вам так она в оригинале называлась и потом там этот испанский приют оберж испаньоль не помню честно как он назывался в нашем прокате но думаю в общем вы помните что эта группа неких молодых людей студентов которые перемещались по там разным странам европы ну и естественно между ними происходили всяческие там романтические истории не без этого ну в общем думается вы вспомнили и представление об этом фильме вполне можете получить лишь добавлю что главные роли в этом фильме играют относительно молодые и новые звезды французского кино это франсуа севиль главная мужская роль и если я не ошибаюсь внучка великой они жерардо великой французской актрисы к сожалению скончавшиеся тоже с той же с тем же именем они вот но это так чтобы вы не путали ну в общем в качестве актерской игры этих двух актеров я никоим образом не сомневаюсь также как и в режиссерском мастерстве сидрика клапиша так что думается что почитатели французского кино безусловно получат свое удовольствие от просмотра этого фильма на втором месте как это не не интересно значится с рейтингом да то есть если рейтинг у фильма он и она был 9,6 балла то у второго фильма 8,9 и это украинский фильм под название манская харукв или казацкое рождество думается что в полной мере этот фильм характеризует тот факт что автором сценария является известный в определенных кругах сказочник сашко лирник который как мне представляется разрабатывает новый жанр не только в украинском но и в мировом кино если я не прав вы меня поправите который я бы условно назвал патриотической ну даже как бы наверно патриотической комедии патриотической рождественской комедии поскольку вот собственно действие разворачивается как вы можете судить по ролику в неком сказочном универсуме там где действуют казаки черти там татары и так далее и так далее и прочие враги тех времен украины и соответственно но при этом авторы фильма не упускают возможности отпустить скажем так определенные шпильки в адрес предположим нашего северного соседа ну в общем не знаю как оно там получилось в целом опять-таки сразу оговорюсь что фильм я не видел но тем не менее будет любопытно на него наверное при возможности взглянуть на третьем месте соответственно в рейтинге ожиданий оказалась лента грузинская лента что тоже для меня достаточно неожиданно под названием а потом мы танцевали опять-таки чтобы охарактеризовать где-то эту ленту скажу что премьера его состоялась уже в прошлом году в мае прошлого года на каннском фестивале по моему в секции двухнедельных режиссеров очень престижной секции ну а главное ее триумф пришелся на одесский фестиваль где фильм получил как минимум три награды там и по-моему лучший фильм и лучший режиссер и и какая-то еще третье честно говоря так слету не вспомню но почему я удивляюсь тому что это фильма этот фильм оказывается на третьем месте в рейтинге это потому что там как бы затрагивается ну в смысле даже не то что затрагивается это главная тема этого фильма тема однополой любви и ну собственно очень модно сейчас как вы понимаете вот а собственно удивление мое связано с тем что мне казалось возможно ошибочно опять-таки если что пишите в комментариях поправляйте что тема это ну что наше общество все-таки достаточно консервативно чтобы в полной мере воспринимать вот эти вот тенденции так американского мирового кино которые как бы вот уже дошли и до грузии и через грузию соответственно и до наших экранов следующий фильм это совершенно замечательный как по мне фильм под названием в нашем переводе счастливого рождества хотя в оригинале он называется last christmas последнее рождество или в предыдущее рождество скажем так потому что это название песни джорджа майкла и группы в м в которую он тогда входил и которая если я не ошибаюсь 81 года все непременно звучит в рождественский период звучит из каждого утюга из наверное именно поэтому при что и привело собственно к тому что неоднократно мне доводилось в разных там именно западных европейских музыкальных журналах читать там традиционные опросы насчет лучших худших и так далее песен композиции альбомов групп и так далее и так далее и вот собственно практически в каждом из них из таких опросов эта песня ну и вообще этот альбом группы в м как бы упоминается упоминается в числе худших и называется там чуть ли не там проклятием современной поп-культуры ну да ладно в общем то я собственно совершенно другом потому что да то есть фильм этот замечательный будет для вас если вы являетесь поклонником жанра рождественской сказки пусть она и разворачивается в современном лондоне в данном конкретном случае ну и соответственно если вы принимаете каноны этой сказки то есть когда на все персонажи этого того или иного фильма в данном конкретном случае фильма счастливого рождества прекрасно душные сердца их открыты навстречу в общем так ближнему своему и так далее и так далее и соответственно вы понимаете в какой атмосфере все это разворачивается это лондон зима кануна рождества в общем снег иллюминация фонарики и так далее то есть там фонариков по моему уже настолько много даже что что даже там приют для бездомных где разворачивается час действия освещена лучше чем предположим наш праздничный крещатель вот ну и соответственно как вы понимаете и один из канал из канонов жанра это обилие музыки все того же преимущественно там процентов на 90 того же джорджа майкла как бы и не всенепременно тема как мелодраматическая причем достаточно неожиданная в данном конкретном случае так и тема всеобщего сезонного примирения скажем так то есть понятно что в начале где главная героиня находится в штыках собственной семьей но потом ну то есть и то есть и с матерью с отцом еще туда-сюда и с сестрой как-то у нее не очень ладится но извините но естественно концу фильма все прозревают открывают объятия навстречу друг другу и примеряются по крайней мере на период этого самого рождества так что если вам по вкусу нечто подобное то кажется что вот в этот опять таки праздничный период пусть и это не особо ощущается в первую очередь из-за отсутствия снега на улицах этот фильм это прекрасная возможность под легкую ненавязчивую музыку провести пару часов с желательно с любимым человеком в темноте кинозала следующий фильм это уже 5 если я не ошибаюсь тоже французский уже второй французский фильм который выходит на этой неделе называется он кафе желание опять-таки в нашем переводе потому что в оригинале называется лябель эпох прекрасная эпоха и собственно так называется кафе которые вот собственно и решили наши прокачки вынести в заголовок фильма отличает этот фильм совершенно невероятный актерский состав это даниэля тэй в первую очередь это фани ордан который играет его супругу этой молоде и молодые таланты ну разных возрастов конечно то есть уже составивший себе реноме предположим гиом кане совершенно шикарный актер вот и там надо отметить что в этом фильме совершенно ну то есть очень оригинальная как бы сюжетная линия или по крайней мере завязках так стать этой интриги это вот как раз персонаж гиома кане как раз играет человека у которого есть удивительный бизнес он вот собственно восстанавливает по желанию заказчика и за немалые деньги как можно догадаться любую историческую эпоху и погружает этого заказчика собственно в это самое время ну то есть условно говоря человек может заказать себе там пьянку с хемингуэем и вот персонаж гиома кане все непременно восстановят до мелочей как бы все как физические детали так и так сказать атмосферу и предоставит возможность заказчику попьянствовать а как мы помним старик хэм был большим любителем алкоголя попьянствовать вот в компании любимого писателя но опять таки фильм этот конечно совершенно не об этом а опять таки о семейных ценностях о любви в конце концов собственно ну наверное как когда-то у кристофа анаре было все песни только о любви один из фильмов назывался так собственно можно перефразируя молодого классика французского кино сказать что фильмы что все фильмы тоже только о любви как правило вот так что крайне советую очень любопытные фильмы еще раз подчеркнул с прекрасным актерским составом и с очень хорошей моралью скажем так ну и последний фильм это корейская анимация которая называется красные туфельки и семь гномов опять-таки в полной мере и на со всеми основаниями судить об этом фильме я не могу поскольку его не видел нельзя объять необъятное но скажу лишь что отраден тот факт что география фильма выходящие на наши экраны постоянно расширяется и именно в этом наверно мне видится собственно залог будущих успехов украинского проката поскольку есть ощущение есть определенные тенденции по мнению отдельных экспертов что вот концу прошлого года уже 2019 проявились некие тренды к снижению посещения украинских кинотеатров и причиной этому называется собственно отсутствие ну то есть засилье скажем так голливудского кино которое наверное многим уже ну не то чтобы обрыдло но под надоело и соответственно наш зритель вкусы его развиваются и он стремится видеть уже что-то другое то есть и требует возможно разнообразия на кинотеатральных афишах украины будем надеяться что это именно так и что отечественные прокатчики вовремя прочувствует эту тенденцию и приложат максимум усилий для того чтобы и удовлетворить вкусы развивающиеся еще раз подчеркну вкусы украинского зрителя и тем самым пополнить собственные так сказать банковские счета не могу подтвердить все продолжить ту начавшую зарождаться традицию когда я в конце каждого своего сеанса в двух-трех словах рассказывал об коммерческих успехах тех или иных украинских фильмов поскольку опять-таки из-за этих длительных праздников данные если и собираются то по крайней мере еще они не поступили в мое распоряжение поэтому я не могу предположим то ли порадовать то ли разочаровать вас рассказами об успехах или неудачах шалейного василья 2 вот так что придется подождать еще как минимум недельку в этом смысле но по крайней мере что мне еще в этой ситуации остается сделать это еще раз и делаю я это с удовольствием поздравить вас с наступившим 2020 годом пожелать вам в очередной раз и опять таки с удовольствием здоровья счастья преуспеяния и так далее и так далее чего там еще положено желать и соответственно попрощаться с вами до следующего регулярного сеанса на кинотеатре синекура который всемирно люби и любезно поддерживается в силу украинским порталом о кино кинотеатр ю и пока